Регулярно сотрудники МЧС обходят владельцев дач и вручают им вот такие памятки. Ведь попытки сжечь садовый мусор и сухую траву на своем участке могут привести к серьезным последствиям. Причина большинства случаев возгораний – халатное обращение людей с огнем. В Кляшском массиве за тем, чтобы дачники соблюдали пожарную безопасность, уже семь лет следит Алексей Алехин. В дачном массиве для ликвидации огня в случае пожара есть все необходимое. Здесь установлены гидранты для заправки пожарных машин и есть наполненная водой емкость. Дачники – люди сознательные, придерживаются правил. Мы все чистенько, все убираемся, все сжигаем где надо. У нас там емкость есть большая, мы там сжигаем. С 8 апреля в Самарской области ввели особый противопожарный режим, согласно которому запрещено разводить открытый огонь, а именно сжигать мусор и сухую растительность. При сильных порывах ветра распространение огня происходит молниеносно. Вместе с травой может загореться все, что находится рядом. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен административный штраф. Награждан он составляет от 2 до 4 тысяч рублей. На территории Самарской области проводят сотрудники рейды. За данные нарушения требований пожарной безопасности составлены административные протоколы. В количестве на городе Самара составлены 31 протокол сжигания мусора. С начала схода снега на территорию города Самара произошло 15 загораний пожаров сухой растительностью. Помимо природных пожаров возникают и техногенные. Например, при использовании нагревательных приборов. Температура на улице колеблется, и люди, чтобы согреться, включают неисправные электроотопители. Только за прошедшие двое суток в частном секторе Куйбышевского района произошло два пожара. Погибших нет, причины возгораний устанавливаются. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События.